Наши доктор первой логии Ленатор Каченко в прежние времена вместе с англичанкой Синьки, которая приехала в Харьков для обменного опыта, походила по урокам английского языка в разных харьковских школах. И потом они написали методическую записку 100 типичных ошибок учителя английского языка на уроках английского языка. Эта методичка ушла в Киев и долго-долго мне ответа не принесла. Ленатор приехала как-то в Киев по картинке с другим делам, зашла в кабинет, в методический кабинет и спросила, что с методичкой. Ей какой-то чиновник долго хвалил рукопись, а завершил ответ так. Но печатать не будем. Это не наш, не советский английский язык. От учителей с большим опытом преподавания русского языка в Израиле я не раз слышал. Израильским школьникам трудно понимать то, что читают малыши в России. Юлия России. Света подтверждает это. Почти каждое слово нужно объяснять. Например, унылый аппарат наши дети понимают как грустная короба. Думаю, вы это тысячи раз слышали. Кажется, я знаю первоисточник, но поскольку тут все-все знают, я не буду называть учительницей, которая первая это сказала. Из этого следовал вывод, что для обучения израильских детей русскому языку нужно писать специальные упрощенные тексты. А если обращаться к Пушкину или Чехову, Драгунскому или Маршаку, то их произведения следует адаптировать специально для израиля. Вдохновленный этим специальным заказом я задумал зеркальную книгу, адаптированной русской порезией для чтения в израильской школе. Вот, например, как будет выглядеть в этой книге загадка классика русской детской литературы. Шел контракт в Ленинград, а навстречу 12 ребят. У каждого подрел кошка, в каждом у кошки кошка, у каждой кошки 12 котят, у каждого котенка в зубах по 4 мышонка. И задумался старый контракт, сколько мышат и котят ребята несут в Ленинград. Это загадка Чеховского, и дальше идет ее отгадка, но прежде адаптированный вариант. Воспользуюсь случаем таким. Шел себе Харин в Ярушалай. Глядит навстречу Орону, спешит в Роматор Шарон. А с ним живой урок, две кошки, индюк, носорог, 133 крокодила, все крокодины, 24 верблюда, точно не знаю откуда, лошади, низкий слот, и всех погоняет Орон. Вот тогда и сказал себе Харин, ну и сколько же в ней Рушалай провожает зверей, этот старый еврей, ну-ка Харин, давай засчитаем. Отгадка у Корнея Ивановича. Глупый, глупый Кондрат, он один шагал в Ленинград, а ребята с лукошками, с мышами и кошками шли навстречу ему ко страну. И вот тут дольше всего я думал, потому что сказать о Харине глупых, глупых евреев, это же просто не по-игре, не по-русски. Нашел я, ах, какой невнимательный Харин, это сам он шел в Ярушалахе, а живой уголок и Орон шли навстречу в Роматор Шарон. Я надеюсь, что вы не предлагаете адаптировать вот так все, что непонятно есть. Теперь вперед.